чё друзья очередной привет или владимир прокате чеку ром да такой томный выдох очередной как всегда по завершении какого-либо проекта либо когда хочется что-то сказать вот это все накопилось ну и наверное это естественно такой вот выдох да мы его закончили да это очередной 600 коп точнее говоря это коп возер 600 коп нашей компании который участвовал во многих тестах вы увидели и он будет участвовать в тест-драйве 22 23 апреля или участвовал уже я не за когда будет смотреть это видео но по нему очень много доработок которые мы сделали за зиму 22 23 года очень много доработок и очень много изменений на чем они были основаны эти доработки кратенькая предыстория значит мы попали я на этом на этой лодке ездил в коломну с семьей мы коняли на тест-драйвах мы были в астрахани неделю с моими друзьями мы катались на жижицком водохранилище на этой лодке троллили все это видели в видео замерзали смотрели и прочим против прочь короче вот это все после этого я приехал вернулся точнее не так даже во всех этих путешествиях я периодически что-то записывал что нужно было сделать в этой лодке чем мне не хватало что мне мешало что у меня скажем так беспокоило что мне хотелось бы доделать куда что что-то поставить и вот это все постепенно через 60 моточасов примерно через тысячи километров пробега этой лодки по воде я понял и вот это все воплощено будет в этом видео который я надеюсь вы посмотрите и оцените и пока мы с вами не перешли к хайни вот это вот прекраснейшего прицепа им заса я напомню что у нас есть очень классный telegram чат 7 футов именно в телеграме и у нас есть очень классный телеграм канал где мы все это публикуем кстати очень много рекомендаций работ связанных с разными лодками которые мы ведем сервисном центре мы публикуем в нашем телеграм-канале вы можете на него подписаться ссылки мы оставим обязательно под этим видео и в общем можете это все комментировать нажимать там сердечки лайки звездочки всякое разное вот все что вам нужно но в целом еще раз повторюсь наш канал и наш чат помогает водномоторником познать себя прийти к водномоторной жизни улучшить ее в конце концов подобрать правильное оборудование либо как минимум самому его в гараже повесив используя наши советы и рекомендации продолжим как говорится правду ничего кроме правды да есть определенные нюансы в любой технике есть плюсы и минусы мы иногда источаем из себя определенный негатив это не зависит от настроения вот просто мы видим например да и говорим что ребята эта конструкция классно вот эта конструкция ну не очень мягко назовем да не будем использовать грубые слова по пути в астрахань мы ехали и считали тот прицеп грузоподъемность того прицепа на котором мы передвигались да сейчас как раз будет часть именно про прицеп и посчитали что мы везли с перегрузом нашу лодку вещи потому что там было их очень много вещей все было битком вот и мы посчитали что у нас прицеп оказался с перегрузом и мы думаем были надо себе выбрать другой прицеп но мы катаемся далеко в принципе трешку туда-обратно это абсолютно нормально для такой лодки на машине все здорово и выбрали все классно другой прицеп от компании мзаца и когда к нам это приехало порадовались реально порадовались мы поняли что блин это классно технологическая штука причем вот могу показать здесь даже 13 пин блин ребят это вот такая розетка европейской это все здорово это означает что разведено левая сторона правая сторона у нас наверное даже появились фонари заднего хода какие-то да то есть вот все должно было быть хорошо грузоподъемностью прицепа тонна 800 а суммарно две с половиной поставили лодку и что оказалось по факту слушайте мы запарились это просто напросто регулировать я понимаю у нас опыт там большой в сервисном центре но ребята регулировали несколько дней потому что вот этот узел на заводе спроектирован настолько неудачно именно для этих лодок я не могу сказать про другие да то что мы такие прицепы продаем под спортивные рыболов рыболовные лодки но вот этот узел спроектирован настолько неудачно что нам пришлось его как минимум переделывать то здесь была такая кракозябра пацаны ее там подрезали отрезали перенесли все это сделали я конечно понимаю что наверное завод предполагает заработать и напильником парня но ядрен батон не за 380 косарей и должно быть как-то проектирование какое-то до чтобы можно было поставить лодку не сильно париться в гараже здесь оказывается нужна болгарка и напильники ну наверное только так до кронштейн из алюминий конечно же мы сварили то есть мы поставили более правильно теперь у нас лебедка имеет другой вектор затягивания этой лодки конечно сделали все это лучше это алюминиевый кронштейн здесь не ржа алюминий конечно здесь идет у нас там не за миллиметров 10 помада до десятка здесь алюминия то есть парни отрезали все сделали собрали все здорово все про все правильно прицеп классный ничего не могу сказать светодиодная оптика тормозная система 13 пиновая розетка тормоз наката вертикальная нагрузка на вот эту головку у нас сто двадцать килограмм в принципе это нормально для такой большой тяжелой лодки и даже система подвеса лодки сделаны более правильно система подвесов ложементов для лодки до сделано правильно но лодку в габарите 6 метров там 615 поместить на этом прицепе как оказалось проблематично оси нормально не сдвигаются пойдем покажу сразу же оси нормально не сдвигаются многие знают что на им за со например вот эту ось можно передвинуть вперед назад и даже на простых прицепах это можно сдвинуть здесь мешает крепление балки поперечной балка она мешается кстати а вот крепление про которые я говорил то есть вот эта система подвеса который сейчас заново будет отыгрывать днище но этой лодки да то есть повторять скажем так вот отсюда видно отсюда видно насколько балка прогнулась и кстати это правильно это правильно когда балка принимает лужемент деревянный принимает форму днище если бы это было бы металл жесткий металл то у вас бы просто-напросто днище по собственным весом но днище не знаю правильно как бы согнулась деформировался вот это уже неправильно здесь сконструировано все правильно ну вот есть нюансы на корму мы обязательно подснимем ставим этот кадрик да и на корме немножко торчит ранец но транс на лодке крепкий поэтому в принципе на вообще на это фиолетов имейте в виду вот такие нюансы даже если вы покупаете классные хорошие дорогие прицепы нюансы могут возникнуть к сожалению ну ладно давайте про лодку прицеп у него еще как это вся жизнь впереди у этого прицепа ему еще и в астрахань ездить ему еще и куда-нибудь там в карелию ездить и еще куда-нибудь ездить на лодке мы собираемся путешествовать и про него я конечно же буду опять таки рассказывать в нашем telegram канале если помните была такая штука мне дуло в ногу я про это рассказывал в одном из видео про эту лодку значит мне дуло в ногу и потом выяснил что еще и вода текла что самое интересное то есть пришел а как-то после колонны посмотрел в кабине была вода было мокро я полез откуда это смотреть думаю вау короче этого оказалось что у нас сочилась вода через клаксон гудок ну мы его перенесли на другую сторону теперь через него зимой вам не будет задувать в ногу а есть такая проблема как оказался я про нее рассказывал а сюда мы наклеили специальную пористую резину все закрыли все аккуратненько подварили сделали вот так вот мне показался про восстановленный мотор я уже рассказывал мы отсняли целое видео да то есть вот ну все все здорово по у корме никаких изменений не бы не было единство что мы перенесли датчик 3 в одном перенесли чуть правее потому что на скорости нам в 40 километров в час он у нас начинал немножечко хандрить и мы его убрали также на будущее на перспективу на корме появилась у нас к компас point 1 для того чтобы можно было лучше позиционироваться если вы помните опять же в одном из наших видео я рассказывал про проблему с компасом у эхолота находящимся в замкнутом металлическом пространстве мы поставили новый компас вынесли его поставили не на крышу я попросил парней поставить его вот сюда для того чтобы была максимальная близость к датчику эхолот удобнее на рыбалку какая рыбалка спросите вы да с него можно рыбачить это очень круто реально компас установлен правильно вот на такую проставочку аккуратненько которую мы тоже сделали на нашем 3d принтере соблюдены все градусы все наклоны в общем то все по науке погнали внутрь зайдем мы на сцене и будем рассказывать и вещать что у нас здесь добавилось с вами значит смотрите перво-наперво что мы сделали меня моросила очень сильно проблема связанная с вытеканием топлива при заправке значит я подумал что и решил посоветовался что у нас вентиляция топливных баков и дизель и бензина стояла вот здесь сейчас мы вот это уберем отсюда она была удобнее наблюдать у нас вентиляция стояла как раз вот здесь и опять же в нашем telegram канале я показывал что если поставить канистру если поставить канистру вот в это место вот сюда поставить канистру обычно 20 литровую взять вот такой классный шланг сифон мы это туда опускаем клапаном отработали и пытаемся залить топливо у нас происходит следующее есть у нас полный топливный бак то вытекаемая жидкость по физическим законам сообщающихся сосудов тихо спокойно аккуратно вытекает в топливный бак но при этом при всем из-за того что развознушка находилась ниже чем горловина топливного бака происходит вытекание бензина из развознушки дизелем такого не было это было только проблем с бензином пистолет на заправке топливный пистолет отстреливался отщелкался да там немножко топлива попадала в рецепт но это все я очень не обращаю внимание ну в общем на сезон двадцать третьего года я попросил парней развознушку поднять намного выше она сейчас оказывается выше чем заливная горловина как топливо бензина так и дизельного топлива вот здесь поэтому я считаю что наверное это будет правильно понятное дело что на завод мы все это дело отправили уже да потому что столкнулись такой проблемы ну и в общем то все значит вторая важная доработка которую мы сделали по этой лодке по корме мы поняли что в определенный момент здесь полно песка песок это в принципе он не убивает никаких покрытий песок он нормальный в астрахани песок но вот постоянно песок 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 по итогу все это трансформировалось вот в такой вот классный шланг гидрофор вот такая вот конструкция значит куда она подсоединяется значит подумали мы и решили сделать следующее так как лодку нас большая шесть половиной метров значит в основном люди приходят откуда сноса из кормы то есть наоборот с кормы и сноса значит здесь поселился у нас вот такой вот открывающийся комплект и дальше нажимая кнопочку здесь предохранителем кнопочку вот мы можем помыть во первых палубу во вторых мы можем абсолютно спокойно помыть себя свои ноги дотянуться до туда докуда нужно палубу вы помните да что в этой лодке палуба сам отливная поэтому здесь мы можем все это дело понятно дело что это сейчас не лето да у нас сейчас конец ну примерно конец марта месяца 23 года вот но даже можно и внутрянку помыть то есть этот шланг он растягивается спираль когда и он туда дотянется но мы сделали лучше мы второй вывод вот это вот прекраснейшего элемента здесь а здесь она законсервирована вообще не наступать сюда блин хорошо что я сейчас ничего не полил да пока пока вытаскивала пока вставляла пока вытаскивал совершенно забыл что у нас законсервированная система здесь у нас пропиленгликоль блин фактически ну ничего нормально заодно проверили что система на зиму законсервирована было то есть для морозных погод наших да ну и в целом все должно работать ладно продолжаем вот такую же штуку мы поставили спереди для чего потому что можно взять шланг дойти туда там все это дело помыть весь песок всю грязь который там существует ну и в общем то дальше это все хозяйство убрать для шланга мы придумали отдельный отсек где это будет тоже складываться еще довольно много вопросов задают ребята у нас там опять же в телеграме сразу хочу ответить значит у нас есть такие штуки под названием проход борта то есть это механизм который позволяет задержать воду точнее не механизм вот он да то есть отсюда выходит датчик эхолотов гидравлическое управление и все что угодно можно это сделать то есть это специальные сальнички которые закреплены на корпусе лодки на через него проходит проводка любая проводка то есть они у нас продаются в компании стоимость у них там порядка 1000 рублей делает их наш 3d принтер и вот такие же классные штуки вот например с логотипом прокатись это защелки на гидравлическое управление тоже мы делаем то есть ссылочки мы можем разместить разместим под этим видео обязательно вот помогают они для того чтобы мотор ваш в движении не вращался влево-вправо был зафиксирован то есть он не колбасился к сожалению мы не успели сделать но я думаю что мы еще сделаем себе мы хотели здесь поставить лавки откидные как на одну из лодок 600 который мы делали и возможно стол но мы это перенесли внутрь немножко чуть позже давайте расскажу вам сейчас про новую мачту если помните мачта на 600 кина довольно узкая была она у нас была нагружена и у нас было там видеокамера стоял котику огонь много чего стояла в общем значит мы все это дело убрали срезали и поставили сюда светодиодную балку почему предыстория такая кто смотрел предыдущее видео знает что когда включаешь передний фонарь радиоуправляемый или управляемый значит он начинает засвечивать нам алюминиевую палубу переднюю и идти невозможно значит когда приехали сюда уже да я ребятам говорю слушай давайте фонарь перенесем начали переносить сюда смотреть из-за того что здесь стоит сейчас бокс наверху да это уже бокс не тули я его забрал на автомобиле сюда покупали бокс люкс он стоит в таких же деньгах там 25 тысяч рублей и подошел идеально и те же самые 450 литров он здесь помещает и в нем будет жить куча всякого добра в том числе стол стойка там и прочее так вот когда мы поставили сюда фару ту поняли что ну конструкции так себе плюс ко всему по габариту казалось бы по габариту от земли эта лодка она почти доходила до три с половиной метра а у нас есть например на рижском шоссе мост где габарит идет три с половиной метра я когда последний раз ехал на жижицу псковскую область я думал я снесуся клотика в огонь или не снесу из-за того что прицеп стал чуть чуть повыше мать то мы здесь подняли это подняли 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 получаю что габарит за три с половиной выше мы все это дело опустили фару вернули вперед дистанционно управляем а здесь место занял классный финский прожектор и вот здесь у меня совершенно случайно оказалась коробка что парни нас ничего не выкидывает называется это x vision genesis 600 да мы ими торгуем я этого не скрывая причем у нас на некоторых лодках вот такие лампы x vision genesis 300 например был 300 или 400 модель была была на silver 615 и там эту фару включали ночью она была очень круто светила и на рам кронштейне могла двигаться там либо влево либо вправо то есть как удобно и убиралась вот из освещала на очень классно так вот мы взяли шестисотку по какой причине изначально я заказал фару аврора который идет с адаптивным светом мы провели тестовое испытание про это все было видео в нашем телеграм-канале опять так ночью взял себе вот такой аврору очень много разговоров короче купил всего такой смотрите в комплекте идет проводка проводка здесь рлюха разъем дойче нормальный такая панелька вот такая панелька видимо включение-выключение уменьшение яркости подсветки и какой-то rgb это мне сейчас все проверим на самоклейках вот на консоль выведем вот сейчас мы притраканим сюда аккумулятор через какая-то кнопка включения непонятно здесь есть включение вот и притраканим сейчас попробуем вот на таком вот проекте потому что отсюда фара переехала в другой пока место вообще не смотрите на это включим и покажу получится кто-то не подписан про это не знает и после этого я снял эту фару светодиодную балку адаптивного и понял что она не подходит она классная здоровской но она подходит на какие-то другие лодки наверное где-то спереди посадь потому что у нее есть определенные лучи засветки то есть такие называемые лепестки да они засвечивают и получается не очень здорово короче мы поставили сюда 600 лампу провели ее воткнули плюс ко всему ребята сразу же по моей рекомендации поменяли камеру если вы помните последний раз я рассказывал что мне не очень понравилась кормовая камера обзора именно заднего обзора всего да и вот мы поставили high watch ссылки тоже есть в нашем telegram канале попробуем оставить это все здесь как вы поняли да что в нашем телеграме очень много информации я постоянно про это говорю ну мы выкладываем выкладываем то что мы делаем сами это круто потому что ну всякие там невозможные использовать бывшие там социальные сети в к как-то мы сложно с этим да а телега мы уже привыкли и так камеру нас прекрасно отображает поменяли немножко фокусное расстояние поменяли качество камера теперь она хорошо работает ночью это high watch модельку еще стараюсь в телеге покажем и вперед у нас светит балк все отрегулировали я надеюсь должно быть хорошо очень надеюсь то есть спереди у нас светят наши фары ball pro они светят как противотуманные фары эта балка у нас светит вдаль широко и круто и плюс ко всему если необходимо то есть у нас прожектор вот такая энерговооруженность все это питать будет конечно же два аккумулятора которые здесь установлен они примерно там где-то по 120 ампер часов стартовый сервисный обычный свинец для того чтобы можно было использовать это все хозяйство зимой я так не знаю вот такой пока консервативный я человек еще классный доп если вы помните да обычный богор постоянно он занимал какое-то место спиннинга а когда мы поехали втроем на рыбалку мы поняли что спиннингит нам нужны спиннингов у нас много короче и вот я ребят попросила говорю слушайте сделайте мне что-нибудь посмотрел это на одной из лодок клиентов теперь у нас есть весло и у нас есть богор и ведро с песком где-то завалялся если помните из классики вот такие кронштейны я показывал на них с осеннего зимнего уже наверное выезда тоже делают на нашем 3d принтере здесь место под спиннинги в принципе на них крепятся палки стаканчики специальные да и удобно на них троллинговать давайте пойдемте с вами сразу в нос а потом пойдем в кабину потому что рассказывает там еще больше носовая палуба здесь немного чего поменялось значит помимо еще повторюсь вот этих кронштейнов почему я столько внимания уделяю этим вещам смотрите значит труба здесь идет тридцать шестая там 38 и как раз мы с помощью нашего хорошего 3d принтера можем сделать вот такие кронштейны фактически там любые и на них уже можно крепить чего там захотите до захотели какое-то оборудование там закрепить хорошие там плохое под палки там под спиннинги все что угодно то есть эта штука позволяет там закрепить нам к себе какие площадки под кранцы под спиннинги ладно но это все таки мелочи на носовой палубе мне катастрофически не хватало места для того чтобы сложить какие-то мелкие деталюшки опять же тысяч километров намотал я гарантированно понял что нужно делать какие-то маленькие рундучки либо еще вещи да то есть ну что-то где-то складировать ну и в общем пришли мы к выводу такому что для того чтобы здесь можно было что-то смонтировать надо было что-то вырезать запросила карту на заводе мне прислали спасибо большое деталь чертеж мы купили ящики понятное дело надо их купить вот и попытались их туда врезать по итогу как говорится вот так значит почему потому что у нас борт идет вроде как бы с одной постоянной шириной глубиной 10 сантиметров а потом как оказался в каком-то определенном месте вот так вот делают хопа и нам пришлось сделать следующее то есть мы с этого ящика срезали определенный кусочек и после этого сделали фальш стенку это покажем вот в этом видео это вот речь идет про ящик который изначально вот сюда не влез ситуация смешная болта да вот это задняя крышка кстати под номерной знак подойдет под маленький теперь это все будет залезать потому что здесь ровно на сантиметр оказалось вот этот ставка больше по глубине нежели чем нужно ну есть нюанс и 1 и 2 мысли следующие чтобы увеличить еще возможное место да то есть но я посмотрел кстати сразу до кучи насколько там сделано виброизоляция виброизоляция в низших в этих сделанную я подумал что мы не будем больше ничего там делать зачем делать шумоизоляцию вот для того чтобы еще что-то увеличить место осталось как раз возможность вот в эти треугольники вот в эти треугольники что слева что с правой стороны реально врезать вот такие уже ящики это я уже себе запланировал именно на следующую на следующий заезд я надеюсь меня парни в сервисе нашим не проклянут просто-напросто ну потому что в принципе здесь есть место пустое сюда можно что-то сложить можно сделать как на кухне например там вы выезжающий какой-то а можно сделать просто вот такие вот ящики куда просто опять же можно забыть закинуть там либо мобильный телефон либо мобильный телефон и который не выскочит либо какие-то там не знаю там приманка туда потому что постоянно валялась вот на этих все как это потопчинах и когда ты с берега пытаешься зайти сюда у тебя здесь что-то валяется ты пытаешься там не раздавить культ приманку виде там кейтека фрапа там или еще какие не садите вот такой крючок там 10-0 в ногу ну ребят так себе история короче то про что говорил по поводу мойки вот второй вывод очень классный удобный именно здесь то есть подключили помыли переднюю палубу потому что у меня был такой случай когда я шел в коломнах с детьми своей там с семьей и уткнулся в берег дети спускались с носовой части они сюда переходили про тогда еще не было электромотора вот ну и тем не менее можно было достать мойку воткнуть нажать кнопку помыть все это дело она бы все смылось спокойно и все и у вас было бы чисто прекрасно лодку вот так круто просто почему-то про это никто не знает а мы показываем и делаем фара дистанционного управления осталось на месте мы сначала еще старе все демонтировали потом смонтировали назад и вот здесь еще видно как у нас занял место опять же наш бокс верхний ну и насколько можно открыть в принципе здесь люк хватает для проветривания хватает чего угодно ну ладно погнали театр начинается с вешалки ребят и лодка должна начинаться тоже сверху как оказалось блин вот мы ехали семью я думал мы куда деть эти вещи вот все банально и просто взяли повесили на 6 крючочков там на несколько вешалок да то есть вот идет теперь можно повесить спокойно куртку она не валяется нигде что зимние что летние а пацаны когда вешали крючки эти да они говорят в санжи давай горит сделаем еще сверху полку шапку можно положить ну это конечно круто для шапки но полку сделайте и обязательно с бортиком для того чтобы оттуда если ты резко тормозишь какие-то или там газу резко даешь ничего не свалилось смотрите если честно шутки сторону да это полезно но в этой кабине теперь не только скажу так можно повесить и куртку но и стало тепло значит почему нет мы отопитель починили многие знают что там замерзла солярка летняя астраханская и она у меня в скорской области замерзла фигня все мы сделали очень классную опцию и ввели ее для лодок 600 коп это шумоизоляция кабины и фактически получилась теплоизоляция здесь мы вставим видосы наверное как у нас это все получалось но скажу так что у нас произошла практическая научная работа мы перепробовали порядка пяти разных материалов мы перепробовали порядка трех разных толщин битумной мастики так называемой мы нашли хорошее сочетание для лодок 600 коп ну как хорошее это хорошее для меня для вас возможный другой материал другая цветовая гамма другие решения они будут более правильно в данном случае мне очень все понравилось смотрите что получилось что мы сделали переделываем 600 коп ну и как всегда первая задача была убрать шум излишней вибрации какой-то звон металлический и вот крышек такие вещи убирать мы занялись поиском материала мы занялись поиском материалы вот небольшие первые изыскания взял фен взял ролик взял руки катар материал сейчас покажу для теста наклеил сюда во первых войлочное покрытие на битумной основе вот сюда а сюда мы нанесли пока опять же таки испытания 3 каучуковые ленты смотрим как это все будет отвалится не отвалится и кусок ткани который используется штатный с завода вот такой вот кусок ткани сюда заведем уже есть идеи как и все это обыграть вот эти вот части все весь потолок как обыграть чтобы исключить шум который сейчас покажу опять же на видео еще кстати вот замечание звенящий звук тоже бесит раздражает тоже будем делать на самоклеечку потом покажем а и и так ну что первая у нас наклейка произошла сопля сопля некрасиво значит по поводу шума слушаемся явно отличие просто колоссальней здесь пока три ленты из каучука и просто ткань такая же которая идет на потолке чисто волжанковской ткани но будет еще лучше этому сейчас делаем эксперимент и вторая часть здесь используется материал войлок набитами нашли мы ставщика одного то есть опять же вот ради чего вообще в принципе убрать металлические призвуки которые на этой лодке есть и про это я говорил несколько раз потому что это ну не то что бесит но вызывает определенный дискомфорт особенно идешь и все это начинающие резонировать и вот эти вставки ну потом покажем в конце ну а сейчас финал то что я вам показывал у нас был хороший серый потолок у нас были вот эти вставочки здесь у нашел алюминий еще наверное в первые разы когда я поехал на это лодке это был конец сентября либо там октябрь 22 года я понял что меня бесит просто некий металлический призвук это знаете такое раздражающие она есть нет не можно смириться особенно когда людей в кабине больше становится как-то все шумоизоляция лучше но вот как бы хотелось как-то сделать нормальный шумоизоляцию и виброизоляцию и бабушкин ковер со стены ну явно не подходил поэтому мы пошли таким путем да мы взяли битом на мастику трех миллиметровую мы взяли материал с волжанки который нам любезно не продали и вот эти вставки которые были черного цвета мы поменяли на вставки серого цвета и здесь мы все это дело оклеили ну там видели в видео я там показывал обязательно короче я очень надеюсь что это будет тихо круто и надежно и материалом который у нас идет самоклеящийся материал с битум и толстой мастикой так называемый волок синтетически конечно мы оклеили все вертикальные плоскости все что ниже скажем так назовем это пояс в ногах оклеили все вот здесь все оклеили кусочки пустили под этими деревяшками задние стенки оклеили особенно когда было холодно в астрахани и когда было холодно нажижиться вот эти стенки через них уходило тепло я просто настоятельно вам рекомендую делать то же самое если хотите пригоняйте лодку к нам и мы вам как раз это все подберем сделаем просчитаем весу здесь добавилось весу добавилось на этой кабине не очень много мы посчитали но где-то килограмм наверное 15 15-20 килограмм ушло 10 килограмм ушел наверх и 10 килограмм ушло вниз в нижнюю часть также мы оклеили вот эти большие рундуки что с правой стороны что с левой стороны вот эти рундуки тоже изнутри все оклеены вот этим материалом под названием войлок синтетический ну и в ногах понятное дело мы это тоже все приклеили куда же эти засранцы делали деле огнетушитель нашел огнетушитель вот там огнетушитель в лодке нужен особенно в такой лодке где есть и бензин и дизель и электрика и в принципе ну короче огнетушитель ребята вот что еще есть наверное с такого удобного значит то что будет спорно это стол очень долго я думал куда его ставить у меня были варианты всякой разной трансформации этого стола думать сделать как в аэрофлоте в бизнес-классе вот отсюда выезжающий стол там вот так выехал вот 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 так вот так разложился у судоров лень лень порождает какие-то простые вещи и хочется чего-то простого комфортного и обычно так как у нас есть наверху с вами бокс в котором можно хранить вот такие вещи потому что вот эта вещь меня пугало и мои парни меня просто-напросто как это дернули скалига слушай как зачем тебе изобретать велосипед я думал куда бы его закрепить вот так вот всяк в дом думаю не часто же пользуются у тебя бокс на крыше и чё говорит вообще с ума сошел берешь стол нормальный обычный и он у тебя стоит вот здесь причем как мне показалось мы порешали у нас есть место для захода людей сюда сюда плюс у нас отсюда место человек может поставить сюда какой-то там стакан то есть вот это все здесь абсолютно спокойно помещается не знаю бутылка вот это повесить ну наверно по месяц да то есть здесь можно покушать здесь могут покушать ваши дети друзья можно что-то отрезать нарезать стол держится нормально и в принципе на ходу даже на ходу он не мешается если вы хотите выйти вы абсолютно спокойно легко его снимаете клип сюда либо там снизу и выходите кстати у него регулируется еще высота но если вдруг что-то ну и в общем то на перспективу если вы его захотите куда-нибудь сдвинуть он может сыграть какую-то часть плане там в картишке перекинуться как у меня это делали дети а для того чтобы у вас было сразу же понимание что стол установлен корректно да я со своим ростом здесь абсолютно нормально сижу то есть я могу откинуться у меня есть место куда можно поставить там бокал какой-то стакан чашку с чай плитку в конце концов до плиточка у меня фактически всегда под руками она либо в этом боксе там либо в этом боксе вот но тем не менее мы можем как минимум здесь перекусить я могу отсюда выйти спокойно и зайти если вдруг что-то у стол смонтирован даже вот так развернули вышли хорошая идея но со столами отдельная песня и понятное дело как стало ранее это на вкус и цвет как все фломастеры разные и вы видели или мы вот здесь вот сверху справа закрепим видео наши про 600 коп который мы сделали очень два крутых стола один был из дуба второй был из акации один был с наружной стороны стоял он может держать наружные осадки а второй стоял вот здесь вот в углу но это был заказ человек я тоже думал себе такой же стол сюда поставить но мы пошли другим путем как себя на север здесь ничего не поменялось помимо того что моего их мы их оклеили изнутри вибрационным материалом здесь у нас остался аккумулятор для носового электромотора зарядки всевозможные небольшие изменения коснулись у нас передней части пилота если вы помните у меня стояла 9-дюймовый лауренс или т.ф.с. я рассказывал что это очень крутой прибор действительно это очень крутой прибор он очень классный он очень удобный маленький я считаю что лид фс 9 наверное на текущий момент один из самых правильно сбалансированных приборов в нем есть и навигации в нем есть поддержка эхолота в нем есть поддержка электромотора автопилота и куча всяких разных опций но захотелось поставить все побольше все-таки поехали на рыбалку думаем чем чем мелочиться поставили себе в итоге двенашку hds life первого поколения назовем это так 12 дюймов занял здесь достойное место point если вы помните мы вынесли на корму поэтому позиционирование будет понятное дело лучше двенашка сюда помещается абсолютно спокойно здесь была ранее установлена панель для управления фарой дистанционный но так как не пользовался мало я понял что классные хорошие места в лодке которые должны быть вот так вот доступны до занимать их вещами которыми редко пользуешься не целесообразно ну просто не целесообразно поэтому она ушла наверх монитор от системы видеонаблюдения которые у нас установлены на лодке размещается здесь к нему как говорил ранее подключена камера переднего обзора и теперь новый кормового обзор заднюю здесь добавились кнопки фарами значит первая кнопка ну у нас есть свой лазерный гравер теперь и мы кнопки можем маркировать надписи можем делать это увидели опять же в нашем телеграм-канале здесь добавилась кнопка управления прожектором не то чтобы прям управление да и включение и вот он вот так классно отрегулирована светит вдаль то есть мы включаем и выключаем ну и соответственно передние фары у нас добавились нижние которые передние фары наши ball pro тоже вывели и все сделали здесь красиво от гравировали я просил парней поставить подстаканник ну про хромированный просил ну был видимо черный вот так слушайте а неудобно было знаете просто было неудобно когда у тебя чашка стоит либо здесь вот так она стояла либо вот здесь и при резком газе она просто-напросто улетал до либо вот если мобильный телефон туда мог улететь а теперь в целом даже мобильный телефон может также размещаться какой нибудь там сделаем штучку либо магнитную зарядку либо сюда можно засунуть а вот здесь кстати в этом месте у меня жила рация моя с которой ходил пушную зам очень удобно прямо на клипсе она сюда цепляется и здесь все живет забыл рассказать про самое главное самое крутое да мне кажется решение в этой лодке опцию дополнительную опцию ребят рекомендую значит столкнулись такой штукой передние два человека да здесь может храниться ящик вот здесь под ногами у одного второго реально кстати даже сумки рыболовные не то что ящики сумки рыболовные с ними можно абсолютно спокойно ходить но вторую еще раз хранить бутылки какие-то с водой соком там или еще что-то банально негде так вот я когда приехал после зимы или после осенней рыбалки ребята нужно на передней двери нам нужен некий почтовый ящик для того чтобы там складировать журналы и газеты но они должны выглядеть немножко по-другому так вот я надеюсь это видно парни сварили вот такую классную штуку ну во первых мы сделали опять же шумоизоляцию двери вот и они сварили вот такой вот трапециевидный ящик с открытыми вещами то есть сюда теперь можно убрать одну либо там пару коробок вода приманки если вы не хотите эти гублера там свои хранить сюда помещается полторы бутылки либо там две бутылки с водой но в целом сюда по моему помещалась даже бутылки с под петилы 07 по моему так не помню какой заказ был честно говоря вот такая штука на двери очень здоровская причем я думал что сюда надо также сделать стол поднимающиеся для того чтобы можно было поставить стакан и вот но подстакане появился справа у пассажира есть подстаканник слева плюс появился здесь стол я от этой идеи плавно и нежно отказывался и мне кажется про не сделал ну что друзья как говорит классика ну что бабуся вот и доктор что мы сделали вы увидели в этом видео сделали мы довольно много парня нашим сервисом центре сделали очень много лодка стояла долго ну из-за того что мы подбирали вот такие материалы мы подбирали подбирали наконец-то подобрали дальше у нас череда тестов смущает вопрос многих смущает вопрос в нашем telegram канале что дескать на солнце может отвалиться не отвалится потому что мы проверяли горели феном эту температуру там почти под 100 градусов у нас ничего нигде не отваливалась но это такие да то есть это надо все проверять и тогда наверное в конце или середине сезона мы гарантированно можем сказать а что у нас произошло что работало правильно что работало неправильно и насколько те опции которые мы доделали в этой лодке мы даже можем или не можем рекомендовать вам но из того что мы сделали в принципе мы сделали 99 процентов запланировано мною сделано все очень круто и правильно по моему личному мнению вы можете под себя для себя подчеркнуть именно те необходимые дополнительные опции которые вы хотели бы поставить на свою лодку до поворудования что-то взять из света из навигации из размещения того или иного оборудования я думаю что это полезно будет ну и если вы захотите опять же например поклеить эту лодку зашумить то что я сейчас разговаривая здесь уже тише слышу что намного стал звук тише и меньше резонансов и вибрации от такой легкой крыши которая была вот можете пригнать к нам лодку и мы ее вам зашумим нормально причем есть еще идея такая чтобы начать шуметь грубо там начинаю с самого по себе набора то есть разобрать палубу и дальше там уже там вот вот все прям вот идти к носу и шуметь основной шум конечно от мотора вибрации от мотора идут через поперечный стрингерный набор оттуда тоже вибрации ну в общем то нет предела совершенства почему это не делать завод вопрос я задавал много раз и мне говорят что ну если сделать хорошую шумоизоляцию то на моторе 115 ты точно не поедешь это невозможно ангелеву поэтому как бы каждый сходит с ума по-своему мы сюда добавили уже очень много по килограммам 115 мотор вроде тащит 20 килограмм добавить еще на кабину ну я обязательно отпишусь нашим наши телеги да на предмет как оно это было может быть снимем видео какой-нибудь следующее про эту лодку когда она там ну какое-то расстояние еще находит и в мне не сформируются сколько это стоило даже не спрашивайте просто очень 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 трудоемко очень трудоемко очень трудозатратно долго было по времени как всегда любой новый первый проект который делается с каких-то фантазий клиента я в данном случае клиент для своего собственного сервисного центра и наша компания и мои тараканы они покоя не давали нескольким людям мы искали материалы как минимум один человек который это собирал второй человек управлял третий человек искал а я что-то пытался генерить и все вместе мы в четвером или там даже в пятером порой да мы все это хозяйство собирали 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 получился такая лодка ну наверное все хватит уже болтать все остальное на воде покажет себя с разных сторон мотор починили полный газ как говорится полга оставайтесь с нами и владимир прокате . ру пока что